МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в выпуске вы увидите. В нашем муниципалитете стартовала новая благотворительная акция «Помоги другому». Тут тоже что-то мужское и тоже такое подросток. Спасибо вам огромное. А еще можно? Можно. Еще все неделю можно. Расскажем о трудовой и спортивной династии Шишиных. Мы стали дорожить больше этим временем. И когда я нахожусь в России, в стране, мы очень много проводим время с семьей. В музей-заповеднике Горки Ленинский открылась выставка «Жемчужины Подольского уезда». Главная цель этой выставки, конечно, познавательная. Конечно, рассказать как можно большему количеству людей. В Ленинском районе стартовала новая благотворительная акция «Помоги другому». Любой желающий может сдать ненужную одежду и обувь, как новую, так и бывшую в употреблении. И тем самым помочь малообеспеченным жителям муниципалитета. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Акция «Помоги другому» – это, по сути, продолжение добрых традиций, заложенных во время проведения щедрых вторников. Только на этот раз принимают не продукты питания, а личные вещи, как новые, так и бывшие в употреблении. Инициаторы акции – общественная организация района, координационный совет и общественная палата муниципалитета. Привлечены также волонтеры и территориальные советы молодежи. «Мы собираем одежду для нуждающихся. Если у вас есть такая, то вы можете принести 21-ю по 27-ю кинетеатру. Хорошо, спасибо». Собранные одежду и обувь получат подопечные общества инвалидов и инвалидов-диабетиков, Центра социального обслуживания «Вера» и приюты Тихвинской Божьей Матери, многодетные семьи и ветераны. У многих из них уровень дохода едва ли превышает прожиточный минимум, поэтому им такая помощь просто необходима. Вышедшая из моды кофточка, ставшая маленькими детские вещи, все это может отправиться на свалку, а может обрести вторую жизнь. Сдать одежду для нуждающихся можно здесь, в кинотеатре «Искра». Ежедневно до 27 апреля с 15 до 20 часов. Можно приносить новую и бывшую в употреблении чистую одежду в хорошем состоянии. А вот обувь из соображения гигиены принимают только новую. Перебирая вещи, мы сталкиваемся с тем, что появляются вещи, которые действительно уже стыдно передавать в какие-то семьи. Если мы действуем искренне, мы действуем уже так, что приносим чистые вещи, чистые, которые мы уже не будем носить сами, но кому-то они еще пригодятся. За полтора дня акции уже принято и разобрано около 320 вещей. Организаторы считают это хорошим показателем, но надеются собрать гораздо больше. Тут и женская одежда, и мужская одежда, и больше всего детская. Но я думаю, что она и нужна больше всего. И у нас это разобрано, а не разобрано, приблизительно столько же. Но люди несут, несут, несут. Но мы надеемся, что поток этот не иссякнет вплоть по 27 апреля. И действительно, пока мы снимали этот сюжет, желающие отдать свои вещи нуждающимся приходили один за другим. Детская и подростковая, скажем так. Тут тоже что-то мужское и тоже такое подростковое. Спасибо вам огромное. А еще можно? Можно, еще всю неделю можно. Анна Белогрудова с дочкой и внучкой принесли несколько сумок с одеждой в помощь нуждающимся. Мы сами люди небогатые, поэтому понимаем, что кто-то может позволить себе хоть вещи. А выбрасывать тоже жалко, понимаете. Дети растут, куда девать. Естественно, мы ради Бога с удовольствием отдадим. Отрадно, что многие жители Ленинского района с готовностью откликнулись на призыв принять участие в благотворительной акции. Ведь, как сказал монах Симеон Афонский, чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым. Достаточно быть добрым. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Ежегодно, начиная с 2002 года, в апреле в Подмосковье отмечают праздник труда. В этот день чествуют ветеранов, людей труда и передовиков производства. А также рассказывают молодому поколению о ценности рабочих профессий. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. В Ленинском районе традиционно чествуют ветеранов труда и жители муниципалитета, добившихся профессиональных высот в своих сферах деятельности. Все они собрались в Доме культуры на праздничное мероприятие. В этот день в зале собрались люди самых разных профессий. Учителя, врачи, работники культуры, повара и многие другие. Объединяет их одно. Все они преданы своим профессиям и много лет трудятся на благо жителей нашего района. Елена Мусина уже 12 лет работает водителем троллейбуса в Видновском троллейбусном парке. А всего ее профессиональный стаж насчитывает более 40 лет. Первой ее машиной был трамвай. Ну, понравилось, как девочка стрелку переводила, трамвайщица. Я хотела другую профессию выбрать. Мне понравилось. Я пошла, выучилась, работала три года. Потом я хотела руль. Переучилась на троллейбус. Началось торжественное чествование людей труда с показа небольшого фильма об истории праздника и рассказа о достойных представителях своих профессий. Среди них спортивная тренерская династия Шишиных. Уже много лет они трудятся в бассейне «Дельфин». Имя Андрея Шишина прогремело на весь мир благодаря выступлениям его подопечного – пловца Евгения Рылова. Сначала я плавал сам, дошел до мастера спорта. Ну, наверное, нравилось. Поездки по соревнованиям, общение. И потом начал уже работать сам, набрал детей. При этом я набрал детей, еще сам оставаясь спортсменом. Вот Жене я набрал, мне было 18 лет. И я еще сам два года доплывал. А потом уже, когда они стали набирать ход, я уже со своим спортом завязал и стал, соответственно, работать только на детей. Собравшихся поздравил глава Ленинского района. Валерий Венцель отметил заслуги тех людей, чья работа незаметна на первый взгляд, но очень важна. Я бы хотел сказать слова искренней благодарности всем тем, кто своим ежедневным трудом делает наше Подмосковье, наш любимый район, наш замечательный административный центр, город видное, краше, лучше, комфортнее для проживания. Особые слова благодарности я хотел бы выразить нашим уважаемым ветеранам за тот опыт и те традиции, которые вы передаете молодому поколению. Особо отличившиеся в труде за минувший год были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами разных уровней. Завершился праздничный вечер концертом с участием творческих коллективов муниципалитета. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. Одной из тех, кого чествовали в День труда, стала династия Шишиных. Отец Геннадий Викторович Шишин и двое его сыновей Виктор и Андрей уже более 15 лет трудятся в бассейне «Дельфин». С ними, а также с их мамой Тамарой Шишиной встретилась наша съемочная группа. Беседовал с представителями трудовой династии Максим Козлов. Семья Шишиных приехала в Ленинский район из Оренбургской области уже более полутора десятков лет. История их семьи неразрывно связана с историей бассейна «Дельфин». Вот так вместе их практически невозможно собрать, но мы попытались. Сборы очень много отнимают времени, с учетом того, что в стране-то мы находимся не так много. Но, тем не менее, мы стали дорожить больше этим временем. И когда я нахожусь в России, в стране, мы очень много проводим время с семьей. Слово «семья» для всех сотрудников бассейна «Дельфин» ключевое, потому что здесь главное – работать в команде. А династия Шишиных – это своеобразная иллюстрация отношений внутри коллектива. Вот он папа, вот у них семья, у них семья. Они его слушают, и Виктор, и Андрей, относятся снисходительно. Они папе никогда не грубят. И, наверное, вот это воспитание привело к тому, что мы сейчас имеем очень хорошего Андрея и очень хорошего Виктора. В отличие от отца и брата, которые тренируют пловцов, Виктор Шишин выбрал для себя водное поло. Его воспитанники успешно выступают на региональных соревнованиях. За победы и поражения подопечных традиционно болеют всей семьей. Это как ритуал, то есть все либо едем на соревнования, либо садимся у телевизора, если это другие страны. И болеем, переживаем, конечно, всегда так было. Андрей Шишин известен как тренер чемпиона мира Евгения Рылова, но это только вершина айсберга. Он воспитал немало талантливых спортсменов и признается, что всегда может поделиться своими переживаниями с мамой или опереться на надежное плечо отца. Он когда-то привел меня в секцию плавания, был моим тренером, довел до мастера спорта. Вот потом я пошел по его стопам в институт физкультуры, ну и пришел в профессию. Отец первые годы курировал, помогал. Мама, наверное, как во всех хороших семьях, сохраняла тылы, быт. Она была дома. Мама действительно создала все условия, чтобы после тренировок ее спортсмены могли хорошо отдохнуть. Если папа был строг и суров, мама старалась сделать все, чтобы сыновьям было легче переносить трудности спортивной жизни. Сейчас я понимаю, что все это было не зря. И не зря, наверное, занимаются скрипкой со слезами на глазах, чтобы потом стать великими музыкантами. Ну, так же получилось и здесь. Основная заслуга папина, как на сегодня выясняется. А я была просто мамой. Геннадий Викторович, несмотря на многочисленные награды, как свои, так и своих спортсменов, все же главным достижением жизни считает создание и сохранение тепла в отношениях с близкими людьми. Самое важное, что сформировалась семья вот такая у нас уже. Одиннадцать человек, сыновья женились, у них семьи, пятеро внуков. Живем в Видном здесь все вместе. Вот это самое главное, наверное. А еще главной в этой истории – любовь к своему делу, которую семье Шишиных удалось пронести через многие годы. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки Ленинский состоялось торжественное открытие выставки «Жемчужины Подольского уезда». Наш корреспондент Анастасия Воронина узнала, что объединяет между собой, например, Ленинский район с городом Домодедово, а также услышала много интересных исторических фактов. Выставка – это всегда интересно, а в музее-заповеднике Горки Ленинский еще и познавательно. Например, здесь, на ландшафтной зоне научно-культурного центра, можно очутиться в разных эпохах и узнать много исторических фактов. «Жемчужины Подольского уезда» – такое название получила эта необычная выставка. Главная цель этой выставки, конечно, познавательная. Конечно, рассказать как можно большему количеству людей о своем крае, о малой родине, где они живут, где они каждый день проводят время, не задумываясь о том, какую богатую историю имеет это место. В день торжественного открытия выставки творческие коллективы Ленинского района поздравили сотрудников музея и их гостей веселыми танцами и песнями. Большой интерес к исторической экспозиции проявил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Я вижу, что очень много материалов представлено, очень много усадьб. Нужно все повнимательнее вникнуть. Для себя я уже увидел, что здесь был Чайковский, например. Я об этом, честно говоря, не знал. Сейчас хочу поподробнее узнать, где он был, что он тут создался в это время. И таких вот примеров, я думаю, сегодня я открою для себя лично много. Марина Чеченкова живет в Молоковском поселении не один десяток лет. Эта выставка помогла ей сделать несколько маленьких открытий в истории родного края. Мы подошли к нашему стенду. Раньше оно называлось село Ирининское. И вот мы увидели Василия Молокова, в честь которого названо наше село. И нас, конечно, очень порадовало, что храм наш Казанский присутствует на выставке. И информация о нашем селе, вот о Василии Молокове, о его перелете полярном, где они спасали челюскинцев. Выставка «Жемчужины Подольского уезда» будет работать на постоянной основе. Вход для посетителей музея, заповедника бесплатный. Анастасия Воронина, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В женском баскетбольном турнире за пятое место уже близится развязка. На данном этапе четыре команды претендуют на лидерство в турнирной таблице. Две из них, Спарта НТК и Енисей из Красноярска, сошлись во Дворце спорта, чтобы выяснить, какой коллектив ближе к желаемому результату. Более подробно о матче расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. С самого дебюта встречи Спарта НТК и Енисей у хозяек площадки возникли проблемы. Видновский коллектив то и дело терял мяч на подступах к кольцу гостей. Однако слаженная игра в обороне не позволила соперницам из Красноярска в полном объеме реализовать голевые моменты. На протяжении большей части стартового периода Енисей вел и по счету, и по игре. Но уже в конце первой четверти матча у хозяек площадки все же образовалось незначительное преимущество в 6 очков. Та разница в очках складывается из нашей качественной работы в защите, в первую очередь. Все остальное, несмотря на небольшой процент попаданий, мы забили именно такие рабочие мячи. Это в проходе, с фоллом, на доигровках. То есть такие силовые вещи заработанные. Ничего случайного не было на площадке. И вообще разница, я не думаю, что очень большая. Она ничего не значит. Будем смотреть по итогу самого матча. Во втором периоде расклад сил несколько изменился. Виновский коллектив увереннее атаковал и ушел в отрыв еще на 12 очков. В игре двух равных команд даже преимущество в 18 баллов перед большим перерывом не имеет значимого веса. Болельщики итогами первой половины игры остались довольны. Сегодня есть игра, командная игра. И наконец-то девчонки берут на себя инициативу. И достаточно смело бросают. Не как раньше старались на кого-то другого пихнуть. А уже сами на себя берут и довольно смело играют. Это зрелище. В любом случае антураж, болельщики. Так что все отлично. Тем более за вторую команду, за инициативу, играют две девчонки, которые у нас здесь играли. Здесь все наши. У «Спарта НТК» в игровом составе было сразу две именинницы. Дарья Колосовская и Дженнифер Анил в общий для них день рождения смогли проявить себя на площадке. Особенно красочно получилось у американской разыгрывающей. Во второй половине игры инициативу перехватили гости. Енисей в третьей четверти смог отыграть 11 очков. Но в заключительном периоде исход противостояния был неясен до финальной сирены. Коллектив из Красноярска забил больше в последние десяти минутки. Однако по итогу матча победу одержали баскетболистки видновской команды со счетом 81-77. В турнире за пятое место «Спарта НТК» по статистике имеет лучший ход среди всех участниц первенства, одержав шесть побед и проиграв всего лишь однажды. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. И о погоде. Завтра будет ясно днем до плюс 22, ночью плюс 9. Осадков не ожидается. Ветер в северо-западный 4 метра в секунду. На сегодня новостей больше нет. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!